Вот такое оно доброе утро. Немного неба затянуто, но слава богу уже нет снега. И сегодня мы с вами посмотрим турецкую квартирку. Надо съездить. Эзан начался. Ну а с вас лайк, подписка кто только присоединился. Ну и комментарий. Вот такой вот вид. А мы погнали. Всем снова привет и добро пожаловать ко мне на канал, где мы с вами бродим по улицам районов и кварталов необъятного Стамбула. Беседуем на интересные темы и делимся мнениями в комментариях. И сегодня у нас с вами немного необычная для моего канала прогулка. Сегодня мы с вами отправимся в одну из сетей Стамбула и посмотрим, как живут местные жители. Ну и по традиции присаживайтесь поудобнее, наливайте чашку чая, кофе или же бокал вина. И всем приятного просмотра. Опа. Открывайся. Так, друзья, немного такого лайф-видео. Там вот у нас беседка. И спускаемся. Надо выбросить мусор. Прыгаем в такси и едем. Вот, кстати, друзья, у нас во дворе олива, зейтин, оливки, оливковое дерево. Раз, два, три. Немного сегодня у нас так пасмурно дует ветерок, но еще везде практически зелень. Выплываем. Вот такие под домами баки. Мусор. И поехали. Ну что, добрался. Вот так вот выглядит район. Мы, кстати, друзья, находимся с вами в азиатской части. Вот он, СИТЭ, куда мы с вами идем. СИТЭ – это жилищный комплекс ЖК. Вот, находимся мы с вами в азиатской части. В районе Сан-Джак-ТТ. Вот, ну, пока мы ехали, вы видели весь колорит этого района. Он очень-очень старый. Но, как вы уже можете понять, идем мы с вами в СИТЭ достаточно современный. И здесь очень много разных новостроек везде. История, в принципе, какая, друзья. Я уже в своем телеграм-канале делился. У меня уехали. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я выкладываю какие-то из своих прогулок фотографии. Либо просто мысли. Либо мы с вами чем-то там делимся. У меня уехали в долгосрочную командировку друзья. Вот, оставили ключи и попросили иногда приезжать, смотреть. Ну, чтобы там не потекли трубы, не прорвало ничего, не газ, ничего. Ну, иногда поливать цветы. Ну, я думаю, там сейчас будет уже состояние такое довольно удручающее с цветами. Ну, иногда вот раз в две недели я сюда приезжаю. И как раз решил показать вам, естественно, с их разрешения. Вот такая небольшая здесь конструкция, постройка перед домом. Тут находится и аптека, и продовольственный магазин. Сейчас мы, кстати, туда зайдем. Терзи тоже портной. Ну, и на другой стороне вот такие вот там старенькие домишки. В перемешку с более вот такими уже новыми. Ну, сейчас зайдем с вами в магазин. Я возьму кофе. У меня с собой ноутбук. Хочу там немного тоже поработать, посидеть. Пицца. Мопач. Вот, кстати, в Мопач мы с вами и зайдем сейчас. Я возьму кофе. Что-нибудь еще пожевать. Вот такой вот манав гиби. Фруктово-овощная лавочка на входе. Тут, может, что-то увидеть. Цены, не цены. Вот, набираешь. Все в пакетике. И около входа прям тебе вешают стикер с ценой и потом на кассу. Ну, и вот такой вот придомовой супер-маркет. Мопач. Вот так вот выглядит. Там химия бытовая. А там уже с другой стороны продукты. Всякое-всячина. Но, я думаю, что, как и в любом городе, здесь такой ассортимент не очень сильно и отличается. Так, где кофе? Когда-то оно, он точнее был здесь. Но, вот, Нескафе. Отдельный стеллаж. Но, я хотел, здесь был такой же в одноразовых упаковках. Старбакс. Ну, что-то я не вижу. А где вообще здесь кофе? Друзья, цены, кто первый раз у меня на канале. Если кому интересны цены, у меня есть видео уже в плейлистах. Можете на канале посмотреть с ценами на продукты. Довольно недавно я снимал. Да, где же кофе? Сильно сейчас еще разницы большой нет. Поэтому, кому интересно, можете перейти и посмотреть отдельно. Да что ж такое? Ну, это я, друзья, слепошара. Прошел прилавок с кофе. Но, к сожалению, Старбакса здесь сегодня я не вижу. Ну, возьмем с вами Нескафешек. Я уже тут кое-что взял себе и на кассу. Сейчас пойдем с вами прогуляемся по СИТЭ. Я вам покажу вокруг, а потом поднимемся уже в квартиру. Посмотрим, как выглядят квартиры. Так, друзья, плачу и вернусь. Ну что, небольшие покупочки сделаны. И мы с вами вот так вот выглядит. Какой-то красно-зеленый плющ. И мы с вами движемся ко входу в СИТЭ. Как обычно, каждая практически СИТЭ. Да, не практически, а каждая имеет вот такой вот контрольно-пропускной пункт. Естественно, охрану. Везде камеры на территории. Ну и подземный большой-большой паркинг здесь. Не знаю, спускаться смысла нет, показывать вам паркинг. Но там четыре яруса под землей. Именно парковки. Вот так вот выглядит входная группа. И уже люди местные заходят. И мы с вами проходим. Система обычная. Прикладывается местные жители. Прикладывается, друзья. Сейчас, секунду. Карточка. И проходим уже на территорию. Кстати, в аптеке здесь тоже покупал капли. Ну там, неважно, лекарства себе. Вот, и с фармацевтом разговорились. Говорит, что... Ну, опять же, спросили, откуда я? И так далее. И говорят, что здесь очень много... Не очень много, а живут несколько российских россиянок, русскоговорящих женщин. Замужем за турками. Опять же, это абсолютно не туристическая зона Стамбула. Это, так сказать, Памира. Но здесь тоже русскоязычные есть. Вот так вот выглядит территория СИТЭ. Здесь вот фонтаны. В теплое время суток они подсвечиваются и работают. Выглядят блоки жилые. Там вон мечеть на своей же территории СИТЭ. И вот так вот оставляют здесь велосипеды. Никто здесь, естественно, ничего не ворует. Очень безопасно. Везде охрана. Все огорожено. Ну, такая, получается, ухоженная клетка. Кстати, напишите, вам нравится больше ЖК, вот такие вот, или все-таки отдельно стоящие дома. По мне, мне нравятся больше отдельно стоящие дома без вот этого всего шика и лоска. Здесь всегда я чувствую себя как-то, знаете, как в клетке. Да, все вот красиво, все очень ухоженно. Так, давайте оттуда зайдем. Везде чистота, везде коллекторы сливные. Все, везде, все прекрасно. Но все равно ощущение есть такое, что ты живешь в клетке. Я когда в Стамбул прилетел, уже, так сказать, на ПМЖ, да, полтора года назад, я жил какое-то время здесь. Здесь у меня была прописка, но потом переехал в другое место. Все красиво, все людно. Сейчас просто будний день, утро, шумно, праздники везде для детей. Здесь очень много всего, очень много детей. Вот такие вот дома. Сейчас пройдемся с вами по территории, я вам покажу. Вот, посмотрите, на первых этажах такие красивые клумбы. И у кого-то вот качели стоят, столики, кресла-качалки. И так вот в теплое время суток можно выйти и отдохнуть у себя же под, не балконом, под окном, под домом, под квартирой. Вот, да, мы с вами идем. Здесь две большие площадки. На одну из них мы сейчас с вами выйдем. И потом пойдем посмотрим, там бассейн крытый и два открытых под, на открытом воздухе. Вот, посмотрите, еще тоже придомовая такая территория. Своя калиточка. И вот такой участок. Ну, я думаю, что это кому-то будет нравиться. Мне не нравится, потому что выходишь и, как на сцене цирка, всех на глазах. Так, тут тоже небольшой фонтан. Эти белые светильники, они переносные. Там, вон, детская площадка и вот такая вот территория. Здесь небольшой, там будем проходить амфитеатр. Тоже проходят какие-то детские представления. Вот, люди собираются. И здесь можно везде и на траве, на лавочках. Места предостаточно. Там два, как я уже сказал, бассейна. Один крытый, другой на открытом воздухе. Тренажерный зал, теннисный корт, волейбойная площадка. И еще такой интересный... А, кстати, своя школа на территории Сите. Мечеть, которую мы с вами видели, вот когда заходили. И здесь еще есть одна, вот тоже небольшая такая зона. Рекреационная. И есть еще здесь одна мечеть. Также Санчак-Топе называется. Но она за территорией, но красивая старая мечеть. И самое, что интересное, здесь есть такие участки. Там не знаю, сколько там квадратов. Может быть, 8-10. Сейчас посмотрите. Вот. Кстати, вот эти все места всегда забиты людьми, молодежью в теплое время суток. Посмотрите. Там как такие огороженные огороды. Такая тавтология для жителей Сите. Пожалуйста, кто хочет, может что-то сажать, ухаживать за растениями, поливать. В прошлом году у нас здесь были огурцы, перцы, баклажаны, тыквы. И что-то еще мы приезжали, тоже постоянно поливали. Вот такой вот вид вокруг. И вот наверху уже виднеется теннисный корт. И вот такое небольшое здание. Сейчас мы с вами подойдем. Если открыто, зайдем даже посмотрим. Ветер очень сильно задувает, друзья. Но, опять же, летом здесь великолепно. Ветерок продувает. И не жарко. А вот виднеется уже школа. И вот такое здание. Здесь внутри находится спортивный зал. Спорт-клуб. И крытый бассейн. Но я думаю, что да, сегодня оно, к сожалению, закрыто. Ну, а мы с вами сейчас поднимемся немного вверх. Посмотрим с вами открытый бассейн. Ну, а вот так выглядит школа. Прям в Сите. Тут немного не видно. За забором мы с вами обойдем. Посмотрим. Уже парадный вход. Это вход со двора. Но посмотрите, как все сделано. Опять же, красиво и на совесть. И немного видно мечеть. Не, отсюда неудобно. Посмотрим с вами с другой стороны. Такая небольшая панорама. И мы с вами уже подошли к открытым бассейнам. Здесь вот еще площадка. Волейбольная тоже здесь играем. Очень часто в волейбол. Тут не видно за этими кустами. Да, зонтов нет. Лежаков нет. Обычно здесь везде вокруг вот так вот выглядят два бассейна. Обычно детский и взрослый. Сейчас пройдем чуть дальше. Там будет лучше видно. Полностью забито лежаками, зонтиками. И также душевые здесь имеются. Вот такая вот уютная обстановка в Сите. Вот отсюда лучше видно, друзья. Вот этот ближний, это детский мелкий бассейн. И дальше уже для взрослых. Но, к сожалению, сейчас уже не сезон. Надо было вам записать видео в сезон. Друзья, вот школа немного уже с другого ракурса сбоку. Ну, естественно, дальше мы с вами тоже пройдем. Вот такой небольшой дворик. И та торжественная, точнее, часть, где проходят, наверное, все, как мы называем в России, линейки. И вот они, посмотрите, огороды. Вот такие огороды пронумерованные. В два ряда. Пожалуйста, снимайте. Точнее, все платят Айдат, да. В Айдат также входят пользование огородом, пользование бассейнами, тренажерными залами, кортами. Ну, в принципе, всеми удобствами на территории. Вот, посмотрите, кто-то что-то уже даже на зиму посадил. У кого-то вот прям вообще все ухожено. Вот такие вот здесь огородики. Ну, и там можно обойти вокруг. И сейчас я вам покажу центральную часть. Пойдемте посмотрим. Вот такой, там вот вход в школу, Ататюрк, монумент, не знаю, видно или не видно. Вот так выглядит школа на территории этого СИТЭ. Вот, а здесь так. Здесь вот мечеть Сан-Джак-ТП. Вот так вот выглядит. Отличается немного с тем, что на территории комплекса, который вы вначале видели. Но вот здесь мечеть выглядит вот так. Так, ну что, давайте двигаться в обратном направлении. Ну что, снова мы с вами в чаще кустов. И выходим опять же на одну из двух больших площадок. Вот такой вот здесь вид. И будем уже потихоньку двигаться в сторону подъезда. Друзья, кто собирается в Стамбул на долгосрочный период, либо же уже приобрести жилье в этом прекрасном городе, в безопасном районе. И опять же, сейсмоустойчивое жилье. Я всегда и во всех видео советую обращаться в агентство Luxury Homes. Потому что сам, мои друзья обращались к ним. Некоторые уже подписчики купили, приобрели недвижимость через это агентство. И почему именно они? Потому что это всегда, друзья, безопасно. Вы в любой момент можете обратиться, задать все свои вопросы. Вам на них ответят, проконсультируют. Кстати, советую обращаться в Telegram. Потому что агенты быстрее всего отвечают именно там. Посмотрите, кстати, как стилистически сделаны такие перекрытия от солнца. Пс-пс-пс. Ты посмотри. Голодный что ли? Да, котов в Стамбуле, как вы можете уже понять, много. Так вот, друзья, обращаясь в агентство Luxury Homes, вы всегда можете быть уверены в безопасности и в том, что квартиру вам подберут именно в безопасном районе. Именно в сейсмоустойчивом доме. Поэтому переживать не стоит, если вы уже надумали переезжать в Стамбул, смело обращайтесь в агентство Лакшери Холмс, будете в безопасности и довольны. Ну и здесь, посмотрите, также урна, вот здесь выход, вход-выход, точнее, в подземную парковку, все ухожено, все красиво, все прекрасно, и мы так вот огорожены, опять же, кустами первые этажи, точнее, пространство придомовые у первых этажей, ну и подъезд, заходим, вот так вот дверь, и посмотрите, высоченные потолки, зеркала, еще один вход в подъезд и почтовые ящики, и наверху, вот люстра, а здесь уже карточкой открываем дверь, заплываем, друзья, вот такой подъезд, сразу квартира, еще квартира, электрощиты, так, свет, и лифты, и нам с вами наверх, вот так вот, опять же, два больших лифта, нет, какой-то отдельный грузовой, какой-то такой пассажирский, здесь тоже техпомещение, наверху покажу вам, что здесь, и опять же, две квартиры, приехал наш транспортное средство, оп, ну и классический лифт, ничего особенного, камера, освещение, какие-то плакаты, и зеркало, друзья, ну что, выходим на нужном этаже, вот такой вот этаж, тут также две квартиры, вот лифты, электрощитки, здесь такая техническая комната, тоже коммуникации, и вот такой вот мусоропровод, ну и пойдемте с вами посмотрим квартиру саму, вот тут я уже открыл, все разбываются в Турции, как вы знаете, до входа, поэтому вот такая вот квартира, вот так вот живут местные жители, вот такая прихожая, посмотрите, достаточно просторная, большая, естественно, ковры, ковры везде, ну и начнем вот с такой маленькой комнаты, тут тоже чемоданы, стеллажи, маленькая, даже не знаю сколько, может быть квадратов 11-12, такое небольшое рабочее место, и здесь выход на один из балконов, мы с вами на него выйдем, ну вот такая вот комнатка, ну естественно, ковры, далее, тут в коридоре вот такой шкаф с зеркалом, но мы с вами поворачиваем на кухню, кухни в основном в таких домах в Турции, они длинные, вытянутые, все необходимое, как обычно, имеется, естественно, в любой, наверное, турецкой квартире есть посудомойка, вот, и самое, что интересно, в каком-то видео я уже говорил, редко очень вообще у друзей, в принципе, где-то замечаю микроволновые печи, но духовка, естественно, есть, вот обеденная зона, и вон духовка за дверью, и вот так вот выход, на который мы с вами балкон уже видели, везде есть, кстати, москитные сетки, не знаю, зачем они здесь, здесь комаров-то таковых и нет, ну, сейчас никто не живет, поэтому немного грязно, обычно здесь стоит стол, стулья, и можно вот так вот посидеть, отдохнуть, погода уже становится лучше, в телеграм-канал я записал небольшое видео вчера, спросил у вас, снять или не снять, вы начали писать, да, конечно, интересно, снимай все, но вот я решил заснять, здесь такой вот бутылок с водой стоит, и следующий балкон, тут уже подлиннее, тут когда-то были цветы до отъезда, естественно, флаг турецкий висит, только что-то его ветром сдуло не в ту сторону, и вот такой вот великолепный открывается вид, район не туристический, как вы уже поняли, вот такой вот Сите, там уже лес видно, Сите, друзья, это ЖК, наверное, в каждом видео я уже говорил, там мы с вами проходили, туда шли, вот, вот так вот выглядит площадка. Обычно сейчас вообще не людно, какой-то праздник государственный или что-то, здесь очень много детей, местные проводят какие-то мероприятия для детей, поэтому здесь всегда очень людно, шумно и весело, ну, сегодня будний день, все на работах, так, отражаюсь, как обычно, везде, так, ну что, заходим в зал, как обычно в Турции, все залы, они большие, потому что семьи также громадные, все собираются на какое-то чаепитие или что-то всегда в залах, вот такая вот мебель, стандартно для турецкой квартиры, это два дивана, уголки здесь редко, это всегда два дивана, стол между ними и телевизор, ну, естественно, кресло, и здесь вот тоже из зала открывается вид на как раз вот этот балкон, который мы с вами сейчас смотрели, надо цветы бы полить, что-то все поумирало, так, две комнаты кухни мы с вами посмотрели, идем дальше, здесь вот в коридорах, тоже в больших квартирах обычно, сушильная машина и стиральная машина, далее здесь туалет, туалеты тоже большие, в турецких квартирах обычно нет ванной, всегда используется душ, вот так вот выглядит, душевая кабина, ну и волшебный туалет, естественно, для омовений с краником, пойдемте дальше, там тоже комната, мы тоже туда пойдем, здесь две маленькие комнаты, совсем, наверное, там метров по шесть квадратных, это детские, вот здесь вот один ребенок, одна девочка живет, тоже вид открывается, и тут везде, видите, большие окна в пол и такие небольшие балкончики, давайте посмотрим, вот здесь вот такой вот вид открывается на Стамбул, на двор, довольно уютненько, вот что для девочки надо, плакаты, музыкальный инструмент, ну и такие вот шкафчики, пойдемте во вторую маленькую комнату, тоже детскую, для еще меньшей девочки, вот такая вот здесь микрокровать, ну еще маленькая три года, вот, вот такая вот здесь обстановка, тоже турецкий коверчик, и вот так вот здесь уютно и миленько, ну и опять же окна все в пол, с микробалкончиками, ну и последняя, друзья, комната осталась, так сказать, спальня хозяев, здесь вот тоже окно и такой микробалкон для всякой всячины, тут совсем места мало, поэтому его используют для такой хозяйственной техники, не техники, как сказать, здесь спальня как раз своим санузлом, вот, тоже все очень удобно, второй санузел и, естественно, душевая кабина, есть окошко, кстати, давайте посмотрим, здесь видно, ну вот тоже с сеткой выходит в маслом гол, давайте посмотрим, ну тут всякая всячина, пылесосы, ну и обычная такая спальня, хозяев, кровать, громадный шкаф, как вам, какие особенности вы увидели того, что отличает турецкое жилье от нашего или вот того, где, в какой стране, в каком городе вы живете, вот так вот, друзья, ну и, естественно, будем выходить, посмотрим немного сам район, потому что этот сетей, этот жилой комплекс, он такой огороженный, а сам район с вами как раз посмотрим уже по выходу, вот такая вот квартира, делитесь в комментариях, понравилось ли, чего не хватает или что с излишком, ну что, вот такой вот был обзор СИТ, квартиры, напишите свои мнения, комментарии, пожелания, что вам понравилось, что нет, а я вот по этому прекрасному, естественно, в кавычках, Сан-Джак ТП, иду на остановку, все, друзья, не забывайте опять же ставить лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, а кто хочет поддержать финансово, под видео есть ссылка на донаты и также реквизиты, шпана местная, все, друзья, всем мирного неба над головой, позитивного настроения, всем пока!